В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Больше коек для ковид-больных. В красной зоне Ненинской окружной больницы увеличили количество мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Опять обрыв. Ненинский округ на полдня остался без интернета. Голосовая связь и безналичные платежи работали с перебоями. Как быстро удалось устранить аварию? 25% от плана выполнено. В Заполярье продолжается убойная кампания. В нашем эфире расскажем о тонкостях заготовки мяса в сельхозкой оперативе ХАРП. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сырьем для производства метанола станет природный газ Комжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений. По оценке экспертов, проект позволит диверсифицировать экономику региона и уйти от зависимости от цены на нефть. Этому предшествовала действительно большая работа на протяжении многих месяцев. И сегодня у нас есть инвестор, который готов прийти к нам в регион, осваивать эти два крупных месторождения, построить метаноловый завод. И что это нам дает? Это нам дает прежде всего рабочие места. Более тысячи рабочих мест инвестор готов создать в нашем округе. Это дает нам налоги. Но поскольку работа с инвестором продолжается, переговоры продолжаются и сегодня еще продолжатся, то для нас очень важно, чтобы с появлением этого инвестора были соблюдены все интересы оленеводческих хозяйств, семейно-родовых общин. И чтобы никоим образом не пострадала экология. Проект включает в себя разработку и обустройство газовых месторождений, добычу и подготовку природного газа, строительство магистрального газопровода и завода по переработке природного газа в метанол. Также в ходе еженедельной губернаторской планерки обсудили ситуацию по эпид-обстановке. Отмечу, за прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Ковид-19 выявлен у жителей Наринмара, поселка Искателей и иногороднего жителя. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 68 человек. Находится в стационаре 12 человек. В ходе совещания руководитель профильного ведомства Сергей Свиридов сообщил, что в Ненинской окружной больнице количество коек для больных коронавирусом увеличено до 47. В том числе 9 коек находятся в реанимации. Также в главное медицинское учреждение округа поступили средства на приобретение оборудования для ПЦР-лаборатории, которое позволит увеличить количество исследований и вместе с тем снизить стоимость тестов для желающих сделать их самостоятельно. Шла речь и о плановой вакцинации от гриппа. По вакцинации против гриппа необходимо было отметить, что показатели, изначально доведенные до округа, были выполнены. У нас было 30% от населения, проживающего в округе. На сегодняшний день привито 33%. Но учитывая ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, Роспотребнадзором были доведены новые цифры, и нам необходимо до конца года привить 60% населения от жителей округа. Что, в принципе, в оставшееся время, конечно, будет сделать затруднительно, но хотелось бы помощи и понимания от коллег. Такой большой разрыв произошел из-за позднего поступления второй партии препарата в ноябре. Мы понимаем, что район Крайнего Севера, и вот ноябрь месяц с декабрем не совсем благоприятно для нас, потому что начинаются уже заболевания, больные ОРВИ, и, соответственно, это является отводом для прививочной компании. Мы, конечно, неоднократно обращались, чтобы учли нашу специфику, и большую часть вакцины мы получали в сентябре, но, к сожалению, пока этот вопрос не решен на федеральном уровне, и вот вакцину делят поступление на два транша к нам. Первый поступил у нас в сентябре, и второй – 22 ноября. На данный момент сформированы две мобильные выездные бригады, которые будут выезжать в органы власти, организации и учреждения Ненецкого округа для того, чтобы вакцинировать тех, кто желает привиться, но еще не успел это сделать. В Ненецкий округ с рабочим визитом прибыл депутат Государственной Думы Сергей Коткин. В рамках региональной парламентской недели он уже встретился с молодыми активистами. В ходе диалога стороны обсудили принятый в первом чтении закон о молодежи. Парламентарий поведал представителям Ненецкой молодежи суть законопроекта о молодежной политике в Российской Федерации. Важно, что отныне будет сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь». Это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Кроме того, проектом закона определены такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение». Нам очень важно, чтобы вы почувствовали себя уверенно в государстве российском. Может быть, это не какие-то пышные слова, но будущее за вами России на самом деле. Это так. И насколько вы будете подготовлены, насколько вы будете уверенно себя чувствовать, зависит будущее государства. Вот тут нам очень важно все предусмотреть, все учесть. По возможности максимально. Я думаю, что мы все, конечно, не сделаем, будем его дорабатывать. Жизнь потом нам подскажет еще, что нужно, какие поправки носить. Но даже вот первый шаг, который мы сейчас сделаем по этому закону, он должен, должен максимально, мне кажется, вам пойти на пользу. Также в рамках региональной недели Сергей Коткин встретился с окружными депутатами. Подробнее об этом расскажем в программе «Законодатели». Ненинский округ вновь остался без интернета. Голосовая связь и безналичные платежи работали на резервном канале. Впрочем, случились и перебои. Устранить повреждения волоконно-оптического кабеля удалось только во второй половине дня. Александра Литкова продолжит тему. Очередной обрыв волоконно-оптической связи был зафиксирован на территории Республики Коми сегодня ранним утром. Сегодня в 5 часов утра примерно в 65 километрах от села Уст-Цильма в сторону села Ирма на территории Республики Коми произошло повреждение волоконно-оптического кабеля. В результате аварии у абонентов Ростелеком в Ненинском автономном округе временно отсутствует доступ в интернет и фоносвязь предоставляется с ограничениями. Около 10 утра аварийно-восстановительная бригада прибыла на место обрыва кабеля для выяснения причин и устранения последствий. Без доступа к сети интернет остались также и абоненты немецкой компании электросвязи. Наши инженеры проверили, поняли, что нет доступа к магистральному каналу Ростелекома. Ну и мы перешли в аварийный режим работы. Значит, запустили резервирование. Значит, примерно к 8.30 у нас уже работали резервирование услуг банковских терминалов, банентов, которые к нам подключены. Значит, начала функционировать электронная почта на своем канале. Ну и мы начали проверять, что где у нас, соответственно, работает по нашему резервному каналу, который у нас небольшой, но он есть. Отсутствие интернета в округе сказалось на привычной жизни горожан. В частности, во многих магазинах не работали терминалы. Те, кто приходил сегодня за покупками, уходили ни с чем, так как не могли расплатиться банковской картой, а наличные были не у всех. Настолько неудобно, что сейчас из-за того, что у людей большинство денег в банке бежат, приходится выходить таксовать людям, чтобы заработать на ужин. То есть деньги даже не снять в банкомате? Нет, не снять. Проедитесь по банкоматам. Все выключено. Не работают. Конечно, неудобно. Мы же карточки имеем. Так что это очень неудобно. В основном все же сейчас ходят с карточками. Поэтому как бы даже нету. С крупными деньгами придут, а у нас в касте тоже пусто. Приходится тоже возвращаться им, потому что нету сдачи. Ну, это очень неудобно, конечно. Потому что все уже привыкли. Привыкли к карточкам. Около 15 часов дня последствия обрыва кабеля были устранены. В этом году жители округа оставались без доступа к сети интернет уже несколько раз. Последняя авария произошла 11 августа. Тогда также был поврежден волоконно-оптический кабель на территории Республики Коми. Александра Литкова, Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Утилизация мусора с использованием новых технологий – это реальность. Депутаты окружного собрания вместе с руководством Наринмара отправились с рабочей поездкой на полигон по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ольга Руссову расскажет подробнее. Первая контрольная точка – площадка для сбора мусора между домами в микрорайоне Центральный. Здесь работает мусоровод с задним типом загрузки. Всего городская администрация приобрела 56 контейнеров закрытого типа. 46 из них объемом 0,75 кубических метров и 10 контейнеров объемом 4 куба. На сегодняшний день есть мощность для того, чтобы систему развивать. То есть у нас в наличии две машины с вот этой ручной загрузкой. Фактически используется одна. То есть по времени одной машины хватает для того, чтобы в течение дня освободить все заглубленные контейнеры. Для вывоза мусора из таких контейнеров нужна специализированная техника. Контейнеры-площадки мы обслуживаем ежедневно, раз в сутки подъезжает машина. Но столкнулись с такой проблемой, что крупный габарит, не габарит, который не влезает в маленькие 0,75 кубовые и не влезает в заглубленные контейнеры, их складывают вот непосредственно прямо на самих площадках. Чтобы этого захлопления... Да, раньше просто самосвал ездил, закидывали те же диваны, какую-то мебель. Вот, сейчас закупили приспособленную для этого, чтобы одной машиной можно было достаточно много площадок крупного габарита обслужить. Разгрузка контейнеров на таких площадках в среднем занимает не больше пяти минут. Единственная проблема – автомобили жителей ближних домов. Как видите, машины крупногабаритные. Чтобы загрузить один контейнер, достаточно нужно много места для маневра. Буквально сегодня с утра вот здесь машина мешала подъезду боковой загрузки, стояла. Муниципальное предприятие, комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, стало победителем конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ненецком округе. Соглашение заключено сроком на 10 лет. Все это время предприятие будет заниматься сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием твердых бытовых отходов в четырех населенных пунктах округа. Сейчас предприятие обслуживает более 280 контейнерных площадок. И следующая точка – полигон ТБО. Здесь расположен мусороперерабатывающий комплекс. Сзади организован весовой контроль. После весового контроля данные поступают автоматически к учетчику. Учетчик наблюдает за продвижением мусоровоза и дальнейшими действиями здесь. То есть у него установлен видеоконтроль, видеофиксация идет. Как площадке мы подальше туда пройдем, так и направленной камерой на край полигона. Для комфортной и бесперебойной работы предприятия необходимо построить ангар, стоимость которого варьируется от 10 до 14 миллионов рублей. А также провести газификацию объекта. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что депутаты заинтересованы в развитии проекта. Потому что это проблема для нас, ну скажем так, новая, вообще-то, по которой мы озаботились, которая очень дорого стоит. И надо посмотреть, каким образом мы вообще должны выстроить работу по утилизации всех отходов, в том числе и из сельских районов. За счет средств окружного и городского бюджетов была закуплена необходимая техника. На полигоне продолжаются работы по обновлению коммунальной инфраструктуры и наладке процесса утилизации твердых коммунальных отходов. Работа началась. Мы настроены достаточно серьезно к ее решению. Но сделать еще предстоит очень много. И я думаю, что это можно сделать только тогда, когда мы будем работать вместе, в том числе и с нашими жителями, как села, так и города. Потому что сразу хочу обратиться к жителям, к горожанам нашим. Не ставьте машины около контейнеров, чтобы машины могли спокойно забирать мусор. Депутаты выразили готовность помочь городу в приобретении нового оборудования и совершенствовании процесса сборки и утилизации мусора. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается убойная кампания. К заготовке мяса приступили шесть оленеводческих хозяйств и частники. На убой уже направлено более 10 тысяч голов. Произведено порядка 300 тонн мяса. Это 25% от плана. Нашей съемочной группе удалось побывать на убойном пункте сельхозкооператива «Харп». Слово оленево-учейской. Кадры, снятые на квадрокоптер, завораживают. Тысячи оленей на просторах бескрайней Ненецкой тундры. С высоты птичьего полета хорошо просматривается кораль. Специальный загон для сбора и просчета оленей. Загон поделен на несколько камер, которые связаны между собой переходами. Из основного стада небольшими группами животных перегоняют в так называемую рабочую камеру. Именно здесь происходит выбраковка. Труд тяжелый, причем не только морально, но и физически. И у каждого работника здесь свои функции. Например, Иван Рочев занимается просчетом. Вот в центральной камере идет процесс. Одних определяют на забой, вторых выпускают. А если стадо какое-то вместе сошлось, их отделяют тоже в отдельные камеры. Максим Литков, главный в пятой бригаде, лично контролирует процесс. Ведь важно, чтобы ни один олень не остался в чужом стаде. Принадлежность животных определяют по меткам на ушах. Например, в этом году к стаду харпа прибились сахаты из сельхозкооператива ЕРФ. Такая была грибная пора была, по грибам они разошлись. Вот и туманы были очень сильные. Погодные условия какие-то были. То снег упадет, то снег растает. Так и разошлись. Помешала погода и планам хозяйственников. Убойная кампания в Харпе началась почти на две недели позже, чем ожидалось. В том году начали 10 числа ноября забой. В этом году в связи с отсутствием морозов, в связи с отсутствием ледостава на реках, оленеводам тоже рисковать стадом и своей жизнью, как говорится, нерезон. И вот ждали, пока хотя бы немножко установится ледовая обстановка. На сегодняшний день на убой направлено порядка 1300 оленей. Это четверть от плана. Остальные бригады попросту не смогли подойти к месту забоя. Ведь зимние пастбища находятся ближе к республике Коми. В районе рек Крутовалка по лимице Шапкино. Хозяйственники надеются, что с приходом календарной зимы на территории региона установятся и минусовые температуры. Если позволит погода, убой в Харпе завершат к концу декабря. Убойный пункт сельхозкооператива Харп считается одним из самых крупных в Ненецком округе. Причем хозяйственники ежегодно увеличивают количество забитых голов. Только в этом году планируется направить на убой более 5000 оленей. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», поселок Красное, Ненецкий округ. 3 декабря по всему миру отмечается Международный день инвалида. В преддверии этой даты ресурсный центр поддержки и развития добровольчества запускает акцию. Жители региона могут собрать подарки для постояльцев пустозерского дома-интерната. Можно приносить различные сладости, конфеты, печенья, но обязательно с проверенным сроком годности, и чтобы они были в заводской упаковке запаянные. Кроме того, принимаются средства личного пользования и одежда, как сделанные своими руками, так и приобретенные в магазине. Это тот день, который нам еще раз напоминает о том, что есть такие люди, к которым нужно относиться с трепетом, с добротой, с теплом, и заботиться о них не только в этот день, но и в течение всего года. Просто мы решили именно к этой дате приурочить. Сбор подарков проводится до 3 декабря с 9 до 18 часов в региональном центре молодежной политики по адресу улицы Токовылки, дом 2, первый подъезд, цокольный этаж. Телефон для справок 601-88. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.